Привет, друзья! Сегодня будет видео, от которого у многих щенев-мерлых сведомых украинцев будет просто бомбить. Ведь речь пойдет о восстановлении Донбасса. Они почему-то в большинстве своем уверены в том, что с приходом России в лучшую сторону ничего не изменится. И це все путинские обетянки-цетянки. Еще недавно сторонники России обещали, что восстановят все разрушенные города Донбасса и даже сделают их лучше прежнего. Уже тогда я сразу говорил, что никто ничего не будет восстанавливать. Все это ложь. Эти люди в принципе не способны ничего создавать и восстанавливать. Они способны только разрушать. И конечно же восстанавливать Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, Рубежная, как они сейчас обещают, тоже никто не будет. И там не будет никакого восстановления. И для того, чтобы это понимать и предсказывать, не надо быть ясновидящим. Достаточно просто посмотреть, как сегодня Россия относится к своим собственным городам. Как сегодня живут люди в регионах самой России. Для тех, кто не в курсе, это известный украинский блогер Денис Казанский. Он несколько лет ездил по всей Украине и делал обзор ВЛКО будивництва имени Владимира Зеленского. В общем, где-то там школу отремонтировали, где-то ТЭЦ на дровах построили, а где-то даже новую спортивную площадку установили. Так вот, в декабре прошлого года я сравнил все стройки Украины со стройками лишь одной Иркутской области. И вышло как-то не очень. Даже сперва непонятно, где люди живут в Европе, а в отношении какой именно страны санкции вводили. Но сегодня не об этом, а о том, какое строительство стартует в Донбассе. И начнем, наверное, мы с многострадального Мариуполя, где в данный момент уже возводится новый микрорайон из 12 многоэтажных домов, а также новенькая больница. И для многих местных жителей темпы строительства просто шокирующие. У нас был разбит морг и строится отделение судебной медицины с патологоанатомическим отделением, которое обеспечит весь город. Это тоже будет современное трехэтажное здание, которое будет сдано в октябре месяце. Судя по тому, как идет строительство, это реально. Я не видел таких темпов еще, честно говоря. Хотя я не строительный, но я примерно представляю, что такое капитальный ремонт, что такое строительство, ну, минимум 2-3 года. А здесь, пожалуйста, 3 месяца и все готово. Этот врач явно не смотрел мои фильмы о восстановлении города Тулун Иркутской области, где буквально за несколько месяцев построили новенькую больницу, которая потом очень пригодилась во время пандемии. Новую детскую поликлинику, шикарную школу на 1275 мест с двумя бассейнами и офигенными тематическими классами. Это была лишь первая школа. В прошлом году началось строительство и второй такой же школы. И это хочу напомнить. В городе с населением 40 тысяч человек. А вот какие планы на Мариуполь, которые в 10 раз больше? Очень хороший вопрос. Сам с Мариуполя попал на стройку, ну, не то чтобы случайно, да. Всегда знал, что я хочу строить в Мариуполе жилье. Ну, как-то так за мою карьеру не получалось. В Мариуполе жилье, если и строилось, то катастрофически мало. А здесь, как только ребята зашли на это поле, начали что-то делать, там, чернозем снимать, проезжая мимо, решил заехать. Заехал, пообщался, рассказал о себе. Ну, взяли на работу, на исправительный срок, там, на должность прораба. Проработал определенное время, поняли, что могу, подняли до начальника участка, да. На данный момент на стройплощадке трудится 1655 человек. Одновременно все работают. Сегодня в работе идет 7 домов, 7 пятиэтажных домов сегодня строится. С первого дома уже снят башенный кран, переставлен на дом номер 4. Монолитные работы ведутся по всем домам. Кладка газоблока ведется по всем домам. Отделка, как наружная, так и внутренняя идет. На данный момент на двух домах. Через неделю будет вестись на третьем, на четвертом доме. Параллельно этим процессам налажен процесс с электрификацией дома, с водоснабжением дома. С отоплением по квартирам разводится система отопления. То есть все процессы максимально сжаты, максимально друг на друга наложены, все идет параллельно. Все строительные процессы для максимально быстрого строительства этих зданий. Сам строитель 15 лет в стройке. Есть чем сравнить. Строил в Украине не один объект. В Мариуполе, в Киеве строил тоже жилье. По темпам, могу сказать, такого темпа я за свою карьеру не встречал. То есть когда я месяц назад сюда пришел, тут было голое поле. И сейчас уже в работе эти все дома. И с первого дома уже снят башенный кран. Это впечатляет. За этими темпами хочется гнаться. Да, с этими темпами трудно было ужиться. Но так как есть желание, чтобы в Мариуполе все-таки наладилась уже нормальная жизнь. Приходится и без выходных работать и все. То, что понимаю, что и от меня тоже зависит то, что люди вылезут из подвалов, переселятся в нормальные дома, нормальные квартиры. Очень много таких вопросов нет, как были ранее. В моей практике нет материалов, нет какого-то оборудования, система палубки. То здесь все есть в достаточном количестве. И процессы продумываются наперед. Так, чтобы никто никому не мешал. Так, чтобы одни шли за другими. И благодаря этому, я считаю, и возможно достигать этих темпов. Такие темпы можно увидеть во многих городах России и не только в Москве. Например, в Грозном, в Крыму, в Краснодаре, в Красноярске, в Нижнем Новгороде, в Уфе и Казани. И далее по списку. Так что, дорогие мариупольцы, все эти стройки, массовый ремонт дорог, это лишь попытка приблизить уровень вашей жизни к среднероссийскому. Так, друзья, заехали тут. Блин, забыл школу. Номер. 24-я школа. Стройка идет. Здесь знакомый устроился на работу. Парень с Мариуполя. Чуть рассказал. В интернете нашел объявление, что требуются строители для восстановления школы. Я приехал в офис тут в садике. Все пообещали, вот, трудоустроить все. И с бригадой тут много. Человек 50 на работают. Вот. У меня местные. Получается, сейчас идет зачистка. Обивают штукатурку, все это чистят. Вот. Сбивают. Окна вычищают. И потом будут все штукатурить, ставить стеклопакеты, делать крышу. Крышу, в общем, полностью школу капремонт делать. По зарплате обещали мужчинам в месяц 50 тысяч, женщинам 45. Ну вот, две недели уже ребята отработали. Вот смотришь на входные двери этой школы и понимаешь, что последний раз капитальный ремонт здесь делали еще при Союзе. Кстати, капитальный ремонт школ сегодня идет не только в Мариуполе. Город Шахтерск. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шахтерская средняя школа номер один». Она была построена в 1929 году. А последний раз ремонт здесь проводился больше 30 лет назад. Вы знаете, очень наглядная информация, видите, на этом стенде. Это то, что было до прихода сюда специалистов, строителей. На данный момент специалистами из Сахалинской области – это регион-шеф Шахтерска. На этом объекте выполнено две третих работ. Полная замена кровли, оконных блоков, отделка фасада здания. Идет ремонт в школьной столовой. Уже подошли к чистовой отделке. Задача для всех стоит такая, чтобы 25-28 число, значит, все работы были завершены. Это вот самые большие работы, еще раз повторюсь, значит, окна 193 поменяли. Кровля из двух с половиной тысяч, где-то 1700-1800 квадратов, она уже выполнена. Всего за Сахалинской областью в Шахтерске закреплены 86 объектов, в числе которых 70 многоквартирных домов, 3 социальных объекта, 2 школы, 1 детский сад. Речь также идет о 9 объектах энергоснабжения и 4 объектах водоотведения. 30 лет на Украине занимались тем, что наводили легкий марафет. Там подкрасили, там подлатали. Капитально никто ничем не занимался. То, в каком состоянии сегодня находятся украинские электросети, водопровод, канализация, знают немногие. Но поверьте, там все сегодня дышит наладом. Я много лет прожил как на Украине, так и в России. И знаю, о чем говорю. И вот когда условия жизни в Донбассе приблизятся к среднероссийским, именно тогда многие светлолики с желтоблокитными аватарками будут стирать свои сторисы из соцсетей и думать, как бы им вернуться в этот проклятый имя Мордор из своей благополучной и процветающей Европы. Сейчас покажу, как живут некоторые ирландцы. Вот меня пригласили в гости. Это вот такой дверь. Смотрите, дверь, там ванна. Они там ванну приймают, так. Гамак. Значит, ось там они живут. Ось тут живу я. Это моя комната. Сейчас покажу, это трейлер. Такой. И тут, смотрите, печь. Короче, это мой рюкзак. Ось тут треба спать. И там еще кухня. Но кухня там занята, уже показывать не буду. Но, ну, можно там. Можете включить свою уяву, что там происходит. Бывается там туалет и душ не працюет. Тобто, вони ванну приймают ось тут. Ось такие умовы бывают в Орландии. Нас сегодня выгнали жилья. Мы уже на вокзале едем в Украину. Только здесь возникает резонный вопрос. А нужны ли эти русофобы в России? Но, справедливости ради, что есть и такие, которые 30 лет прожили в этом бардаке и просто не понимают, что может быть как-то иначе. Они даже не могут поверить, что государство может как-то позаботиться о своих гражданах. Когда вы пишете, что кто-либо будет это восстанавливать, или возвращаетесь, там же хорошо. Вот вам скажу, что я не верю в то, что это все будет восстановлено. Просто нет у меня в этом веры. В то, что помоет одна или вторая страна. Когда мы снимали наводнение в Тулуне в 2019 году, некоторые тоже сомневались в том, что они получат какую-то существенную помощь от государства. Но уже через год мы снимали опрос, в котором люди на камеру рассказывали о своих уже полученных многомиллионных компенсациях за потерю жилья. Но Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск и Херсон пока тоже официально не Россия. Поэтому в скором времени люди сами должны будут решить, с кем же им быть. Гляньте, а филармонию-то починили. Афигеть! Мало того, ко дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков уже почти полностью восстановили мемориал Саур-Могила. Для тех, кто забыл, то в 2014 году во время боев он был полностью разрушен. И на этом мемориале я не был уже 9 лет. На протяжении вот уже многих месяцев в Донецке и других населенных пунктах существует жесткая нехватка воды. Люди собирают дождевую воду, простаивают многочасовые очереди у водовозок МЧС или городских колонок, откуда тонкой струйкой идет вода. С недель на это время, вот эта вся вода, что у меня есть дома. Вот не знаю, что с ней делать. Чай пить или мыться. У меня остальные вот Вова взял сегодня на работу, поехал на шахту. Может быть наберет, если там не будет. Но бывают такие очереди, что военные много набирают, что он не стоит, едет домой. По сути, это гуманитарная катастрофа, о которой не часто говорят с экранов, но она есть. Поэтому уже сегодня в ДНР и ЛНР тянут новые водоводы общей протяженностью в десятки километров. Так что совсем скоро эта проблема будет решена и воды хватит всем. А в Луганске завершается строительство нового медицинского центра, рассчитанного на 200 мест и общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. По такому же модульному принципу, по всей России за последние два года было построено уже около сотни таких новых госпиталей. Я, кстати, лично был в пяти из них. И теперь такой же достраивается и в ЛНР. Ясное дело, что все это только начало. Так как с прихода России прошло всего лишь несколько месяцев. Так что можно сказать, что это лишь первые ласточки российских реалий. Меня зовут Евгений Мит и самое интересное еще впереди.